В понедельник состоялись публичные слушания по проекту нового устава городского округа. Напомним, что устав определяет права и обязанности граждан и их объединений, порядок работы и полномочия органов местного самоуправления и их должностных лиц, закрепляет принципы и процедуры принятия решений. Уставы муниципального образования должны определяться наименование муниципального образования в представленном проекте устава, статья 2, и речни вопросов местного значения, это статья 1 проекта устава, форма, порядок и гарантия участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе и путем образования органов территориального общественного самоуправления, они освещены в главе 3 проекта устава, структура и порядок формирования органов местного самоуправления, статья 29 и 36 проекта устава. Мероприятие посетили порядка 500 человек. Жители смогли высказать свои предложения по новому уставу или поддержать уже имеющийся проект. Я считаю, что преобразование нашего муниципального образования было продиктовано в том числе экономической целесообразностью. Конечно, в уставе, который мы выслушали, присутствуют все параметры, которые должны быть учтены и экономически, и по количеству депутатов, и организационной составляющей. Поэтому я считаю, что устав должен быть принят, округ должен жить. Одним из самых обсуждаемых вопросов стало число депутатов в составе нового совета депутатов, выборы которого пройдут в сентябре. Некоторые предложили оставить 25 человек, как прописано в новом уставе. Другие настаивали на том, чтобы это число увеличить как минимум до 30. Эти предложения, которые вносили жители, можно разделить на несколько разделов, может быть, или несколько категорий. Жители волнуют вопрос количественного состава совета депутатов городского округа Щелково. Кто-то из жителей считает, что 25, как в проекте сейчас, предложенном устава депутатов, из которых 10 формируется по одному избирательному округу, а 15 по многомандатным округам, трем. Это вполне достаточно для того, чтобы качественно работать. И жители высказывали свое мнение, что главное не количество, а качество работы депутата. Кто-то из жителей считает, что количество депутатов можно и нужно увеличивать. Допустим, там были предложения 30 депутатов и от каждого населенного пункта по депутату. То есть это получится, ну, в сотнях будет измеряться их количество. То есть это вопросы уже, ну, желание каждого, кто активно участвовал сегодня в публичных слушаниях. До 29 апреля каждый житель городского округа может внести свои предложения об изменении и дополнении нового устава в рабочую группу.